Мы продолжаем читать наставления преподобного Марк Подвижника из первого тома Добротолюбия. Обратимся к 32 абзацу наставлений. Господь сказал, горе вам богатым, но, сказав так, он не всех обвиняет обогатившихся, ибо есть в числе их и действительно умеющие располагать богатством по воле давшего оное, Бога, и по Писанию, сторицую в жизни сей приемлющей, каковы блаженный Авраам и праведный Иов, которые, будучи милостивы, обогатились еще более и здесь, и в будущем веке, но порицает тех, кои, имея лихаимственный нрав, присвояют себе дарование Божие, и в отношении имений вещественных, или в различных его щедротах, и не хотят быть милосердными к ближнему, ибо неданное от Господа имение причиняет вред обладающему оным, но от неправды пребывающее лихаимство, и Матерь его не милосердие, которых совершенно избегает вердо верующие, и всецело отреклись настоящих благ, не потому что безрассудно возненавидели Божьи творения, но повериво Христа, заповедавшего им поступать так, получает Него удовлетворение своих дневных нужд. Иной может богатеть и без имений, содержа в лихаимстве Слово, или видение, или какое-либо другое средство к оказанию милосердия, общее всем дарованное, ибо получает он и для того, чтобы преподать неимущему. И мы здесь видим в этом слове, что, во-первых, не милосердие есть общая беда, как тех, кто имеет богатство, так и тех, кто его не имеет. Немилосердие есть черта, обличающая человека в том, что он не познал Бога своего, он не познал, что все, что у него есть, и есть дары Божьи для того, чтобы употреблять эти дары на служение другому человеку. И не милосердие есть общая черта, которая, как мы знаем из притчи о страшном суде, является таким родовым свойством, которое разделяет человек людей направо и налево. И если человек, не имеющий ничего, не милосерден к своим собратьям, то он столь же в печальном состоянии, как и богатый, который не милосердный. Общая беда для всех. И человек, имеющий хоть что-то, ну, скажем, кусок хлеба, он имеет его потому, что ему этот кусок хлеба сегодня дал Бог. И он, если обратиться к нему человек, в состоянии разделить этот кусок с обратившимся к нему человеку. И богатый также имеет больше, но он может удержать имеющееся у него богатство, крошечную частичку этого богатства, чтобы не оказать милости человеку, к нему обратившимся. И оба человека, один имеет много, другой имеет мало, и один как бы сознает свою скудость, скудость, другой не сознает. Один богатый сознает, что он действительно пожалел, а бедный, пожалевший куска хлеба, не сознает, что он пожалел. Но оба оказываются немилосердными, и оба слышат одно и то же определение судящего. Ибо немилосердие – та черта, которая определяет погибающих людей. Каждый в состоянии иметь хоть что-то, чтобы оказать милость обратившегося к нему человеку. И в этом смысле характерны и второй вывод, и второй, скажем, акцент, который делает в своем нравоучении, в своем поучении преподобный Марк Подвижник. Ведь дело не только в материальной собственности, не только в еде, в одежде или в каких-то других собственно мирских и материальных благ. У каждого человека может быть нечто, чем он может послужить ближнему своему, ибо Бог таким образом распределяет дары, чтобы у каждого было что-то, чтобы он мог отдать ближнему своему. У всякого есть что-то, чем бы он мог послужить. Именно потому, что родовым признаком спасающихся является милосердие. И у всякого человека есть нечто, в отношении чего он может показать либо милосердие, либо немилосердие. И это может быть некий духовный дар или душевный талант, просто щедрость души или веселый нрав, некое знание или некое умение. Вот человека, например, просят спеть, а он говорит, да нет, я уже сегодня целый день пел, и для вас петь не буду. И он показывает немилосердие. Или человеку говорят, скажи мне что-нибудь доброе, полезное, очень горько душе моей. И он говорит, да устал я, не буду сейчас говорить, некогда мне, дай отдохнуть. И он причисляется к немилосердным. Поэтому так осторожно, так внимательно нужно относиться к каждой услышанной нами просьбе, высказанной нам просьбе. И никто не может проигнорировать просящего человека не обязательно в отношении собственности, вообще, как бы ни звучала эта просьба. Потому что всякий просящий должен получить от нас то, что он просит, если нам есть то, что мы можем ему подать. И обычно у нас всегда есть нечто, что можно подать. И даже порой мы знаем, в житиях святых люди обездолены, скажем так, с ущербным здоровьем или не имеющий никакой собственности, всегда могли подать человеку, который к ним обращался, утешение ли, совет ли, молитву ли за них, но не отказывать, не ожесточать сердце в отношении другого человека. И именно это пытается поселить в человеке враг. Именно он старается всячески, чтобы ожесточилось наше сердце. Он не может нас принудить к ожесточению, хотя и рад бы был это сделать. И, увы, мы сердце ожесточаем сами. Но враг делает так, что мы воспринимаем мир как собрание жестоких, коварных, лукавых, злых людей, которые только и думают, каким бы образом поживиться за счет нас. Вот этот образ, этот искаженный образ мира, искаженный образ другого человека, он поселяет в нашем сознании, внедряет наше сознание так, чтобы наше сердце с легкостью ожесточалось в отношении любого обратившегося к нам человека. Вот, например, скажем, часто такое бывает, и я знаю, много людей прошли примерно через это. Обращается некий человек, искренне просящий помочь ему, и слезно рассказывающий свою печальную историю, и человек отзывается, да почти у многих христиан было такое, и христианин отзывается и помогает, и не просто помогает, но даже помогает со всем сердцем, давая даже больше, чем требует человек, искренне вникая в его несчастье, пытаясь просто по-человечески, по-братски, по-отцовски, по-матерински, помочь этому человеку, и помогает со всей отзывчивостью своей души, и вдруг через некоторое выясняет, что его просто обманули, что этот человек просто играл роль, что никакого несчастья у него нет, что он просто человек, который таким образом пользуется другими людьми, разводя их, говоря языком, бытовым, грубо бытовым, и после этого человеческое сердце захлопывается, и человек, пережив такой обман, такое потрясение, ему в следующий раз поверить, отозваться на боль другого человека, становится неимоверно тяжело, он подозревает его в обмане, иногда, может быть так оно и есть, иногда он ошибается, но он подозревает, ему именно искренне отозваться на другого, на боль другого человека становится очень-очень сложно, но заповедь остается заповедью, просящему тебя дай, и мне кажется, что Бог попускает подобные истории именно для того, чтобы мы научились действовать просто по заповеди, через преодолевая, превозмогая холод и неприязнь нашего сердца и вновь-вновь вникая в боль и горе другого человека, и может быть именно про это сказано в Священном Писании, что по причине беззаконий во многих охладеет любовь, именно потому, что таких пользующихся, обманывающих, лукавых и в сущности злых людей станет настолько много, что творить добро, отзываться на чужую беду будет неизмеримо больше, неизмеримо труднее. Если раньше, допустим, лет 200 назад на 10 просящих милостыню под окнами какой-нибудь хаты один был действительно лукавым человеком, то теперь на 10 просящих милостыню только один действительно в ней реально нуждается. Но христианин не может зажимать свое сердце, как бы трудно не было его раскрывать, он должен вновь и вновь вникать в нужду другого человека и пытаясь поверить, доверить, понять, что хочет этот человек и чем действительно можно ему помочь. Потому что немилосердие до конца времен останется тем самым родовым признаком разделяющих людей направо и налево. 33 абзац. Согрешившим не следует отчаиваться, да не будет сего, ибо мы осуждаемся не за множество зол, но за то, что не хотим покаяться и познать чудеса Христовы, как свидетельствует сама истина. Мните ли, говорит Господь, як о Галилеяне сии, и же кровь смеси пилат с жертвами их, грешнейший бяху пачи всех человек, и же на земли, ни, глаголю вам. Но аще не покаетесь, отакожде погибнете, и они, и они, осмадесяти, на них же паде столб силаамски, и поби их, нити ли яка грешнейший бяху пачи всех человек, живущих в Иерусалиме, ни, глаголю вам, но аще не покаетесь, отакожде погибнете, видишь ли, что мы осуждаемся за то, что не имеем покаяния. коротенький абзац, но очень яркий. Мы, да и просто все люди, осуждаются не за множество совершенных грехов, и не за множество зол, буквально, как говорит здесь Марк Подвижник, а за то, что не хотим покаяться, не хотим. И, как дальше продолжает, а не хотим покаяться, Марк пишет, и не хотим познать чудеса Христов. Именно не не можем покаяться, а не хотим познать, не хотим покаяться, не хотим познать чудеса Христов. Приведенные преподобным Марком евангельские отрывки также ясно говорят именно об этом. Он приводит два сюжета из Евангелия от Луки, где происшедший во время земной жизни Иисуса Христа, когда однажды Пилат устроил бойню во время жертвоприношения неких иудеев и перебил всех людей, которые совершали там жертвоприношения и ситуацию, где виновны случайные события, где просто некий столб силамский случайно упал и побил множество людей. То есть один эпизод истребления людей, уничтожения людей связан со злой человеческой волей, которая их истребила, другой связан со случайным стечением обстоятельств, то есть злой воли не было, случайно рухнул столб. Но в обоих случаях Христос говорит, что эти люди не были грешнее других на земле. Просто если вы не будете творить покаяние, то и с вами случится то же самое. То есть покаяние является тем деланием, тем действием человека, которое избавляет его от смерти, от наказания. То есть не грех является таким явлением, уничтожающим отношения Бога и человека. Не грех, а отсутствие покаяния. И вот в сочинениях Марка Подвижника это является неким лейтмотивом и очень, наверное, непривычным для нашего звучания лейтмотивом. не грех отлучает человека от Бога, а отсутствие покаяния. Но можно вспомнить в этом отношении не только цитируемый Марком Подвижником слова Иисуса Христа, а можно вспомнить и слова Иоанна Богослова из первого послания, где он говорит, что если человек утверждает, что в нем нет греха, то он обречен. Этот человек обречен на гибель. А вот если человек знает, что у него есть грехи, то имеет ходатай Господа Иисуса Христа. То есть не грех является причиной разлучающей, если есть грех, у нас есть ходатай. Не сама по себе наличие ошибки, неисправности, болезни или преступления против божественной правды или божественного закона, у нас на это и есть Христос, чтобы ходатайствовать за нас грешников перед своим Отцом. А вот человек, не желающий принимать этого ходатайства, или человек, утверждающий, что он в этом ходатайстве не нуждается по причине того, что греха у него нет, вот этот человек обречен. И можно вспомнить в этой связи очень характерный, очень яркий пример из истории Ветхого Завета, когда буквально вот две фигуры, особняком стоящие в истории израильского народа, два царя, идущие один за другим, царь Сал и царь Давид. Царь Давид назван рабом Божьим, и все остальные цари меряются по нему и говорят, что нет, вот этот был еще не настолько праведен, как царь Давид. Вот, конечно, очень близко, но не настолько, этот совсем даже неправеден, не настолько праведен, очень далеко от царя Давида, но царь Давид грешник, он совершил преступление страшное, по его вине погиб невинный человек, причем человек, которому он обязан был и жизнь в том числе, он совершил прелюбодействие, причем, опять-таки, уведя жену у дорогого для него человека, человека, который жизни за него не пожалел, и тем не менее, Давид называется рабом Божьим, называется праведником, называется, ну, буквально, критерий праведности в Ветхом Завете. Почему же так? Ведь он грешник, и сравним Саулом, который тоже грешник, но ничего подобного Саул не делал. Он всего лишь там один раз пожалел жизни, один раз вышел на войну без благословения, хотя, в принципе, на войну надо было идти, народ надо было защищать, просто он сделал это, не дождавшись Самуила, а другой раз, вместо того, чтобы уничтожить все, что нужно было уничтожить, он решил кое-кому сохранить жизнь всего-то, и за это он был отвергнут Богом и был проклят, и все остальное были следствия этого проклятия. За что? Ничего соразмерного с грехом Давида он не сделал и был отвергнут Богом. Он просто совершил ошибку, просто поторопился, потом просто проявил гуманность, вот и все. и за это он был отвергнут Богом, а Давид, который убил верного воина, избранного воина, уведя перед этим у него жену, помилован Богом. Один, несомненно, больше грешник, конечно, Саул потом наделал грехов очень много, и страшных, и великих грехов, но это потом, когда он был уже отвергнут Богом и проклят Богом. А до этого чтобы привело к такому ничего страшного не сделал. Почему же? Потому что один творил покаяние, а другой был к покаянию не способен. И разбирая эти слова из 33 абзаца мы видим, что значит не хотел покаяться, что значит не хотеть покаяться. это значит человек не хочет признать своей вины. Как говорит об этом пророк Иеремия, точнее Бог, говорит устами пророка Иеремия, признай только вину свою, прийди ко мне, и я исцелю твою непокорность. Признай только вину свою, признай, что ты грешен, большего не надо, я все остальное сам сделаю, только согласись с тем, что ты неправ. Признаешь свою неправду, не оправдывайся, скажи, что я виноват. И все, вот это начало, это ничего не требует, надо просто захотеть согласиться с тем, что ты беззаконие совершил, признай вину свою. Это человек может захотеть, как правило, не хочет. И вот человек не хочет признать свои вины. Потом он не хочет признать, что Бог есть источник исцеления. И он не хочет обратиться к тому, чтобы исцеление на него снизошло. То есть получить это исцеление, это всего лишь воля человека. Признать, что я праведен и хочет меня исцелить и подойти и взять это исцеление. Это все воля человека. Это и есть движение покаяния. Не грех, ибо все грешные, нет праведного ни одного, кроме Господа Иисуса Христа. Все остальные от первого святого человека на земле до последнего все согрешали, но не грех разлучил их от Бога, а нежелание покаяться в этом грехе. И не количество грехов, как мы знаем, разлучает нас от Бога. Ведь разбойник покаялся, а грехов у него было великое множество, и блудница пришла и покаялась. Мы еще увидим, что значит покаялась в ее случае. у нее тоже было много грехов, но не грехи стали между ней и Христом непробиваемой стеной. Вовсе нет никакой стены между ней и Богом. Нет никакой стены между разбойником и Христом. Другой разбойник погиб, но не грехи, грехи у них одинаковые, но они, не они стоят непробиваемой стеной между Богом и человеком, а вот это желание покаяться или не желание покаяться. Нет праведных людей, есть люди, которые раскаиваются в своем грехе и оправдываются верой во Христа, ибо праведник верой живет, а не собственной праведностью. Это закон, на котором стоит все священное писание и Ветхого, и Нового Завета, начинает книги Бытия, где это говорится про Авраама, и заканчивая послания апостольскими, где об этом говорит апостол Павел. Все священное писание утверждает, что праведник живет верой, и тот же самый Давид в одном из своих псалмов говорит, что блажен тот человек, чьи грехи покрыты. Не человек, не имеющий грехов, ибо таковых нет людей, а человек, чьи грехи прощены и покрыты. Получается, именно вот это движение покаяния является ключевым, определяющим все бытие человека. Хочет человек или не хочет. Покаяние и есть устремленность человека к Богу, сознание своей неправды, своей нечистоты, сознание правды и чистоты Божьей, и когда человек сознает свою неправду, свою нечистоту, и его правду, и его чистоту, и с этой своей неправдой и нечистотой приходит к правде и чистоте, он доверяет ей, он с надеждой приходит, он со смирением приходит, он знает, что у него нет никакой надежды, он грешник, идет к святому Богу, святому Израилю, и подойти он может только с доверием, с надеждой и упованием, как у того же Давида в 50-м псалме, он согрешивший говорит, и духа твоего святаго, не отыми от меня, о чем ты говоришь, прелюбодей убийц, а это смиренная надежда, Господи, не прогневайся, я не достоин твоих благ, но без твоих благ я вообще не могу жить, меня вообще нет, и смысла нет жить без твоих благ, не гневайся на меня, и вот это упование, эти слова разбойника, помяни меня, эти слезы блудницы, ее дерзновения, она знает, кому прикасается, она знает, что он должен просто отодвинуть ее ногой, отопнуть ее, и она поймет, что это правда, но она приходит с упованием и с надеждой, и вот это сокрушенное и смиренное сердце Бог не уничижит, вот это покаяние, и его просто нужно захотеть, захотеть покаяться, захотеть прийти к святому со всей своим грехом, захотеть прийти к чистому со своей нечистотой, зная, что имею право получить полное возмездие за всю свою вину и сознаю, что это будет правда, но надеясь на милость его, вот это спасает и вытаскивает человека, это оправдывает его, что он доверяет, что Бог есть Бог, что Бог это Отец, что Бог есть любовь, любовь не в том, что он меня не судит, а в том, что может осудить, а может помиловать, и надеясь на милость со смирением приходить, и вот это только в воле человека, захотеть прийти, то есть понадеяться на его милосердие, понадеяться на его щедрость, возложить без всяких оснований, единственное основание это его святыня, это его любовь, это его отцовство, других оснований нет, во мне нет никаких оснований, все основания в том, что он есть, по отношению к своему сотворенному им в любви миру, но именно этот шаг, это покаяние, это воля, выбор человека, как мы видим, что в блуднице, что в разбойнике, что в Давиде, и спасает человека. его его отец захочет